Презентация называется не столько антифалат, пиметриксет и ингибитором торовиролину, сколько метаболомика, антиметаболиты и метаболомные маркеры рака. — Дуглас Ханан и Роберт Вайнберг опубликовали две фундаментальные, глобальные статьи в журнале «Цел» в 2000-м году, в 2011-м году, где описали фундаментальные признаки опухолевой клетки. Если 150 лет назад Верхов говорил, что никто никогда ни под какими пытками не сможет сказать, что же такое раковая клетка, то после 2000-го года мы уже знаем, что существует сначала 6, а потом добавлено 4, то есть всего 10 признаков рака, 10 фундаментальных. Из этих признаков можно говорить очень долго и не одну лекцию, но мы сегодня говорим только о 10-м признаке раковой клетки, это метаболическое перепрограммирование раковой клетки. После 2003-го года появилось огромное количество наук, о существовании которых мы не знали. Мы сегодня рассматриваем раковую клетку с точки зрения ее функционального генома, транскриптома, протеома, метаболома, липидома, эпигенома, микробиома. Появились такие науки, как геномика, транскриптомика, протеомика, метаболомика, иммуномика, комбинаторная химия, биоинформатика, компьютерное моделирование спонтанных мутаций, системная биология. Это все те науки, без знания которых современный онколог не мыслит своей обычной ежедневной и рутинной работы. Так вот, метаболомика – это одна из наиболее интереснейших, наиболее активно развивающихся наук последнего десятилетия. Вот это основатель этой новой науки метаболомики рака Стив Оливер. И он высказал такую мысль, что удар по метаболическим путям раковой клетки может оказаться наиболее эффективной стратегией противоопухолевого лечения. И вот эти все терапевтические мишени рака, которые описали Ханаан и Вайнберг, вот они представлены здесь на слайде. Мы можем воздействовать на опухолевую клетку и через ее мембранные рецепторы, через циклинзависимые киназы, через ангиогенез, через множество уязвимых ее мест, и в том числе воздействовать на аэробный гликолиз, то есть на метаболизм раковой клетки. Поэтому, прежде чем говорить о пиметрикседии МТОР, мы должны немножко поговорить о метаболизме глюкозы. Ну, в 19 веке считали, что энергия для пролиферации раковой клетки образуется в результате протеолиза или полиза. Конечно, это была ошибка. В 20 веке уже стало ясно, что основным источником энергии для тканей является глюкоза, которая превращается в СО2 и H2O. Всем известный цикл трикарбоновых кислот Ганс-Адольф Крепс, который получил Нобелевскую премию за вот этот цикл Крепса «Физиологический обмен глюкозы». Но мы забываем, что существует еще один цикл. Это цикл кори. Еще в 1877 году Клод Бернард описал конверсии глюкозы не в СО2 и H2O, а в молочную кислоту. То есть в условиях гипоксии, в анаэробных условиях глюкоза метаболизируется не до конечных продуктов СО2 и H2O, а метаболизируется до лактата. И вот это доказали уже супруги кори, оба поляка, бежали от фашистской Германии в Америку, там получили Нобелевскую премию за свой цикл вот этот известный. Поэтому мы должны четко понимать, что существует цикл Крепса и существует цикл кори. Глюкоза в анаэробных условиях метаболизируется только лишь до лактата. И здесь тоже, казалось бы, все понятно. Но не все понятно. Это еще один лауреат Нобелевской премии Отто Варбург, который в 1931 году получил Нобелевскую премию за уникальное открытие. Он показал, что раковые клетки производят молочную кислоту, лактат, даже в присутствии кислорода, аэробный гликолиз. Здоровые клетки в аэробных условиях метаболизируют глюкозу до СО2 и H2O. А раковые клетки, независимо от аэробных или анаэробных условий, останавливают цикл глюкозы на уровне лактата. О Варбурге можно говорить очень много и очень долго. О том, что он имел нетрадиционную сексуальную направление, о том, что он был евреем, и Гитлер простил ему эти грехи, и он руководил во время фашистской Германии огромным институтом, институт рака. О том, что он был взят в плен Красной Армией, но ему жизнь сохранили, и он продолжал свою работу, продолжал физиологические свои опыты вплоть до 90-х годов прошлого века, когда и умер в глубокой-глубокой старости. Но оказалось, что научных данных Варбурга оказалось недостаточно, чтобы объяснить механизм канцерогенеза только с точки с позиции нарушения метаболизма глюкозы. Дело в том, что метаболические изменения в раковой клетке касаются очень многих вопросов. Это запасы ресурсов АТФ, это нарушение окислительно-восстановительного потенциала, редокс-потенциала, и самое главное, это нарушение биосинтеза макромолекул. А есть четыре вида макромолекул в живых клетках. Это белки, липиды, полисахариды и нуклеиновые кислоты. И вот метаболизм раковой клетки нарушается на уровне всех четырех макромолекул, в том числе на уровне нуклеиновой кислоты. Нуклеиновые кислоты, аденин, гуанин, тимин, цитозин, урацил, необходимы для пролиферации раковой клетки. Клетка – это ДНК, это РНК, здесь мы все это очень хорошо помним. Вот эти органические соединения являются компонентом РНК и входят в состав нуклеотида. И оказалось, что эти нуклеотиды могут быть объектом противоопухолевой терапии. Есть множество группов цитостатиков. Алкилирующие агенты, алкалоиды, антибиотики противоопухолевые и антиметаболиты. И вот антиметаболиты относятся к антагонистам фолиевой кислоты, антагонистам пурина и антагонистам перимедина. Нам наиболее известный препарат антагонист перимедина – это 5-фтороацил, который блокирует, нарушая синтез перимединов. Еще в 1955 году Кантаров с авторами обнаружили, что клетки рака печени, гипотомы, очень быстро накапливают радиоактивный уроцил, намного быстрее, чем нормальные гипотоциты. И буквально через два года уже Чарльз Гейдельберг опубликовал вот эту первую знаменитую статью, в которой он описал флоопиримедины. Итак, появился первый антиметаболит, 5-фтороацил, с очень хорошей, красивой судьбой. На протяжении уже 70 лет мы используем 5-фтороацил и, скорее всего, не откажемся от него. Потому что 5-фтороацил метаболит, антиметаболит 5-фтороацил быстро проникает в клетку, превращается в несколько активных метаболитов и повреждает клетку в результате нарушения метаболизма синтеза перимединов, о которых я сказал, и блокада синтеза тимедилат-синтазы. И вдруг оказалось, что вот эта тимедилат-синтаза входит в метаболизм еще одного препарата. И вот, Руслан, теперь мы подходим к пиметрикседу. Значит, это антифалат, это участвует в синтезе фолиевой кислоты. И начало пиметрикседа, ну, берет свое начало пиметриксед еще в 30-х годах прошлого века. Дело в том, что в 30-х годах 20-го столетия не рак был основной проблемой, биологической проблемой человечества, а анемия. Люди умирали от анемии. И вот этот Джордж Ричард Майнот доказал, что анемия вызывается, пернициозная анемия вызывается недостатком витамина В12. Он получил Нобелевскую премию за это и лечил анемию вот этой смесью, которая называется смесь Майнота. Полфунта куриной печени, полфунта непрожаренного мясного фарша, сырой свиной желудок и унция желудочного сока, взятого у одного из студентов, приправленного сливочным маслом, лимоном и петрушкой. Такая очень интересная смесь. Но оказалось, что анемию можно есть такие варианты формы анемии, которые не лечатся витамином В12. И доказала это Люси Уиллс. Она поехала в Бомбей, в Индию в 20-х годах, 20-го столетия. И обнаружила, что вот у этих индийских бомбейских женщин, у беременных женщин развивается тяжеленная анемия, и она не лечится витамином В12. И она их начала лечить этих женщин, давать им дрожжи, и оказалось, что в результате вот такого лечения вдруг анемия исчезала. То есть речь уже шла не о витамине В12, а о фолиевой кислоте. В то время, в 40-х годах прошлого века, лаборатория Ледерле, это лаборатория компании Pfizer. Вот там была синтезирована вот эта фолиевая кислота, которая активно ускоряла рост бактерий, выделенных из говяжьей печени. А соединения, которые препятствуют росту этих бактерий, были названы антифалаты. И был синтезирован аналог фолиевой кислоты, который называется аминоптерином. Вот этот индийц, Елор Прагда Субару, биохимик американский, он синтезировал фолиевую кислоту, аминоптерин и метатриксат. Он подвергался гонениям, зависти со стороны своих соратников. При жизни он не был признан, но сегодня мы говорим, вот потому что он жил, сегодня вы можете жить дольше, это обращение к онкологическим пациентам. И вот тогда Сидни Фарбер, познакомившись с этим индийцем, потребовал у него, заказал фолиевую кислоту. И этот Фарбер начал лечить детей с острым лейкозом фолиевой кислотой. И все дети очень быстро погибли, потому что фолиевая кислота ускоряла рост опухоли. Тогда вообще требования к клиническим исследованиям были очень своеобразными. Но в результате Фарбер понял, что детей с острым лейкозом нужно лечить не фолиевой кислотой, а наоборот ингибиторами фолиевой кислоты. И антагонист фолиевой кислоты аминоптерин приводил к полной ремиссии острого лейкоза у детей. Так появился первый противоопухолевый препарат. Если не считать алкилирующие агенты, когда на базе Барри Харбора взорвалась банка с горчичным газом, с мустардом, погибли американские солдаты, оказалось, что у всех погибших была полная плазия костного мозга. То есть алкилирующие агенты и прит, циклофосфан блокируют пролиферацию опухолевой клетки. Это был один путь воздействия на раковые клетки. А антифолаты воздействовали на пролиферацию через метаболизм раковой клетки. И потом появилось второе поколение антифолатов. Это уже был метатриксат. Вот это знаменитая Дженин Врайхт. Она недавно, ее честовали на АСКО в Чикаго. Она уже очень старенькая, афроамериканка. Вот она изучила действия метатриксата на клетки солидных опухолей, в частности при раке молочной железы. И сегодня мы имеем знаменитую схему ЦМФ. Метатриксат оказался лучше, чем аминоптерин. И понадобилось еще 30 лет для того, чтобы создать препарат, который еще лучше, чем метатриксат. Таким образом появился пиметриксет. Его создатель Эдвард Тейлор, пиметриксет ингибирует вот эти три фермента, которые участвуют в синтезе пуриновых и перимединовых оснований. Это вот та знаменитая темидилат синтаза, которая связана с 5-второй отсылом. Это дигидрофосфат редуктаза и формилтрансфераза. Это препятствует образованию ДНК и РНК в опухолевой клетке и ведет к ее смерти. Итак, есть пиметриксет. Вот так выглядит механизм действия пиметриксета. Еще раз хочу сказать, блокирует цикл темидилат синтазы, блокирует дигидрофосфат редуктазу и блокирует формилтрансферазу. Появился третий антифалат, третий антиметаболит, который очень широко используется в клинической онкологии. Прежде всего мы знаем, что пиметриксет прекрасно работает у больных со злокачественной мезотелиомой. А лимта, другое коммерческое название пиметриксета, по сравнению с плацебо, в самом деле улучшает выживаемость больных с мезотелиомой. А пиметриксет с исплатином оказывает значительно больший противоопухолевый эффект, чем сам препарат платины. Но мы знаем, что все-таки основное назначение пиметриксета – это аденокарцинома, немелкоклеточный рак легкого. Пиметриксет является основным сегодня препаратом, с которым сравниваются все остальные новые методы терапии. Будь то ингибиторы тирозинкиназы, будь то ингибиторы ангиогенеза, будь то иммунотерапия. В любом случае, любой новый препарат сравнивается со стандартной схемой пиметриксета. Но мы знаем, что при плоскоклеточном раке легкого пиметриксет мы категорически не будем назначать, потому что есть риски перфорации кровотечений. При аденокарциноме можем назначать. Причем при аденокарциноме ЭДЖФР и АЛК негативные, потому что если ЭДЖФР и АЛК – позитивные пациенты, мы должны лечить их ингибиторами тирозинкиназы либо кризотенибом, либо эрлотенибом. Ну, сейчас уже появляются и другие ингибиторы тирозинкиназы. Если же это АЛК и ЭДЖФР – негативные пациенты, мы оцениваем соматический статус пациента и его возраст. Менее 70 лет с удовлетворительным соматическим статусом предлагаются в стандартах ЭСМО, в стандартах НССН. Вот такие схемы. В первую очередь это с исплатин, с пиметрикседом. Очень интересное развитие событий в дальнейшем. Если в результате первой линии терапии мы достигли стабилизации состояния, то после 4-6 курсов пиметрикседа с платиной мы можем уйти на так называемый поддерживающий режим. Поддерживающий режим назначается только в случае частичного ответа или стабилизации состояния. Свыше 6 курсов химиотерапии в первой линии назначать бессмысленно. Это только повышает токсичность, никак не приводит к пролонгации выживаемости. А вот поддерживающая терапия тем же самым пиметрикседом, либо прерывистой, либо постоянно, является рекомендацией НССН. Интересный еще один режим поддерживающий терапии – это пиметриксед плюс бевосицумаб. Сочетание антиангиогенной терапии и антиметаболической терапии также демонстрирует значительно лучшую выживаемость, чем просто поддерживающая терапия бевосицумабом. То есть после завершения четырех циклов терапии первой линии на основе цисплатина и пиметрикседа, рекомендуется при отсутствии токсичности продолжить поддерживающую терапию пиметрикседа. Если же после поддерживающей терапии или после первой линии терапии мы имеем опухолевую прогрессию, то уже речь идет о второй линии терапии. И обратите внимание, пиметриксед, если он не применялся в первой линии, рекомендован и во второй линии терапии, метастатического немелкоклеточного рака легкого у пациентов с удовлетворительным соматическим статусом. В этом году, я надеюсь, что в конце декабря выйдет статья «Здоровье Украины». Я ее написал, мне очень интересно было писать эту статью. Я изучил показания к пиметрикседу при других локализациях, не только при мезотелиоме, но и при немелкоклеточном раке легкого. И оказалось, что пиметриксед очень активно изучается и в ближайшее время будет рекомендован при самых различных локализациях рака, в том числе при метастатическом колоректальном раке. Ну, если вспомнить, что в 19-20 веке метастатический колоректальный рак вообще никогда не лечили, то после 2000 года, обратите внимание, появилось огромное количество схем химиотерапии, но основным компонентом всех комбинаций является 5-фторуроцил, известный антиметаболит. И сегодня антиметаболиты в лечении метастатического колоректального рака, вот они здесь представлены достаточно широко, это в основном 5-фторуроцил, но есть еще один антиметаболит гемцитабин, и есть еще один антиметаболит, это пиметриксед. То есть публикаций на уровне даже клинических исследований достаточно много сегодня. Сочетание пиметрикседа с гемцитабином у больных метастатическим колоректальным раком. Естественно, не в первой линии, естественно, в третьей и даже в четвертой линии. Вот пиметриксед с гемцитабином в третьей линии метастатического колоректального рака. Он демонстрирует очень такую приемлемую выживаемость у больных, которые уже получили первую, вторую и даже третью линию терапии. Вот как выглядит последовательность событий терапии при метастатическом колоректальном раке. Мы сегодня знаем, что химиотерапия, ну, фолфокс, допустим, с бевосисумабом сначала антиангиогенная терапия. В случае прогрессии меняется первая линия химиотерапии, фолфокс, допустим, на фолфире, но антиангиогенная терапия остается, плюс бевосисумаб. Только в третьей линии терапии мы назначаем антиэджофер препараты, естественно, при отсутствии мутации КРАС и НРАС. А вот что делать уже после третьей линии? А мы посчитали, что сегодня до 40% наших пациентов получают и 3, и 4 линии терапии при метастатическом колоректальном раке. Так вот, в третьей или четвертой линии терапии рекомендуют Лонзурф, интересный препарат, который заходит сейчас в Украину. И скоро будет лодж по этому препарату, регарафенип, всем известный препарат, а также пиметриксет. То есть показаний для пиметриксета очень много сегодня рассматривается. Это не мелкоклеточный рак легкого, это злокачественная мезотелиома, это рак желудка, это колоректальный рак, рак молочной железы. Причем рак молочной железы это тройной и негативный, который особенно лечить-то и нечем. Но пиметриксет демонстрирует очень хорошую выживаемость. Это гинекологические раки, ну и, наверное, надо обязательно это принимать во внимание, метастазы немелкоклеточного рака легкого в ЦНС, в головной мозг. Мне не приходилось, у меня нет такого опыта, но по литературным данным пиметриксет в сочетании с радиотерапией, с лучевой терапией приводит к полной регрессии метастазов колоректального рака в легких у пациентов при, казалось бы, безвыходной ситуации. То есть еще раз хочу сказать, что в ближайшее время выйдет статья по пиметриксету, антифалату пиметрикседа, который применяется при самых различных локализациях рака. В основном клиницисты, конечно, переживают и боятся токсичности при пиметрикседе. Поэтому я один слайд посвятил этому. Вот профилактика токсичности должна заключаться в следующем. Во время монотерапии, причем не только монотерапии, комбинации пиметрикседа, как выяснилось, если правильно его использовать, безопасны в отношении токсичности. Так вот, пиметриксед 500 мг на метр квадратный, первый день трехнедельного цикла с обязательным добавлением фолиевой кислоты и витамина В12. Витамин В12 используется в виде внутримышечной инъекции в дозе 1000 мкг в течение 9 недель, начиная с первой недели до первой дозы пиметрикседа. Ежедневно перорально вводится фолиевая кислота в дозе 1 мг, начиная как минимум за 5 дней до первой дозы пиметрикседа. Прием фолиевой кислоты продолжается в течение 21 дня после последней дозы пиметрикседа. Инъекции витамина В12 продолжаются до 9 недель после последней дозы пиметрикседа. И в качестве примедикации стандартная, это дексаметазон, два раза в сутки в первые и вторые дни после инъекции. То есть принципиально очень важно, что пиметриксед должен применяться вместе с фолиевой кислотой и с витамином В12. Если правильно использовать вот эту терапию сопровождения, то токсичности практически нет. Большинство работ Варбурга, опять вспоминаем этого великого лауреата Нобелевской премии, было опубликовано на немецком языке. И эти работы были забыты медицинской общественностью на протяжении чуть ли не 50 лет. Начиная с середины, с конца 20 века, все исследования в онкологии были связаны с геномикой, транскриптомикой. То есть мы начали изучать протоонкогены, гены-супрессоры, и, конечно, было не до метаболомики. Но потом оказалось, что и онкобелки, и опухолевые супрессоры, все эти гены-супрессоры и протоонкогены тесно связаны с метаболическими путями рака. То есть нельзя рассматривать метаболизм раковой клетки отдельно от функционирования онкогенов и генов-супрессоров. Но вот связь гликолитических энзимов и метаболических путей с онкогенами и генами-супрессорами. И одним из таких генов является ген МТОР, который регулирует метаболизм раковой клетки. Значит, вот на вот этой картинке Роберта Вайнберга, я долго ее искал, и, наконец, я нашел этот белок МТОР. Он схематически, конечно, представлен вот здесь, в этой участке клетки. А этот белок был открыт Майклом Холлом в 1991 году. Но сначала был открыт не белок, а сначала был открыт рапамицин. То есть Сурен Сигал, пакистанец, который жил в Канаде, известный биохимик, известный ученый, он поехал на остров Пасхи, Рапануи, и в земле этого острова обнаружил микроб Стрептомицис гигроскопикус. И именно аббревиатура Рапамицис привело к названию рапамицина. То есть из этого микроба был, по сути дела, создан, синтезирован противогрибковый антибиотик. Вот этот рапамицин, это был первый антибиотик, которым начали лечить фунгальную инфекцию. Но оказалось, что он эффективный, но оказался чрезвычайно токсичный. Поэтому сегодня в микробиологии этот рапамицин не используется. Затем оказалось, что рапамицин имеет два домена. Это домен FK506 и домен MTOR. Этот домен отвечает за противотрансплантационный иммунитет, а домен MTOR отвечает за противоопухолевый иммунитет. И поэтому рапамицин очень активно сегодня используется в трансплантологии. Такролимус, темсиролимус, самые различные названия, это препарат, который приводит к иммуносупрессии и блокирует клеточное отторжение почечного, печеночного, сердечного трансплантата. И поэтому судьба вот этого рапамицина очень интересна. Он широко используется сегодня в трансплантологии. Ну а противоопухолевый эффект рапамицина сам Сурен Сигал испытал на себе. В 1998 году у него был диагностирован рак ободочной кишки с метастазами в печень, и он был оперирован в центре Томаса Старлза в Питтсбурге. Как раз в этом году, в 1998 году, мы там тоже были с группой моих коллег, мы изучали там трансплантацию печени и выполнили первую серию трансплантации печени здесь, в Украине. Но с Сигалом мы не встретились там, даже не знали о его существовании. Но дело в том, что Сигал этот экспериментировал над собой со своим эверолимусом и получил полную регрессию метастазов в печени, но умер от колоректального рака уже, хотя умер через 5 лет от метастазов в легкие. То есть именно после вот этих событий произошла ускоренная регистрация эверолимуса, рапамицина, FDA. Биологическая роль МТОР чрезвычайно интересная. Вот в этой маленькой молекуле, мамален, таргет, офропамицин, сходятся и сигналы мембранных белков, и G-белков, и нерецепторных тирозинкиназ, и интеграция энергетических сегментов монофосфата, и интеграция стресс-сигналов, гипоксия, повреждения ДНК, белки теплового шока. В конце концов вот эта маленькая молекула, которая кодируется геном МТОР, отвечает и за пролиферацию, и за деление, и за синтез микро-РНК, и за транскрипцию, ингибицию аутофагии. Это фактор лекарственной резистентности. То есть по всей видимости настолько многогранный эффект вот этого белка, я думаю, что мы еще далеко не все знаем о нем. Но мы уже знаем, что эверолимус, который блокирует этот белок МТОР, можно использовать в клинике, и используем его в первую очередь при раке молочной железы. Впервые, это вообще эверолимус, это был первый препарат, который был комбинирован с эндокриной терапии у больных с гормон чувствительным, но резистентным раком молочной железы. И вот эта знаменитая статья Габриэла Хорта-Баги, когда он доказал, что эскалация гормонотерапии у больных резистентным раком молочной железы, люминальным раком молочной железы, вполне возможна. Сочетание эндокриной терапии с эверолимусом. Это был первый таргетный препарат, который был использован в комбинации с инактиваторами ароматазы, с экзамистаном, после прогрессирования на эндокриной терапию у больных эстроген позитивным и ГР2 негативным раком молочной железы. Была показана его эффективность, и он включен в стандарты терапии. Вот как преодолевать резистентность у больных раком молочной железы. Мы можем увеличивать дозу препарата. Да, фулвистран демонстрирует эффективность, когда мы увеличиваем дозу с 250 до 50 мг. Комбинация двух эндокринных препаратов не очень оправдала себя. Комбинация эндокринного препарата и антигер-2 препарата, да, у больных люминальным B-типа рака молочной железы, это вполне возможно. Но вот именно комбинация эндокринного препарата и ингибитора МТОР, которая продемонстрирована в нескольких клинических исследованиях, которые так объединяются в такое название БОЛИРО. Ну, БОЛИРО. Это фаза 3 БОЛИРО-2, это БОЛИРО-4 и некоторые другие. Ну, для меня БОЛИРО всегда ассоциируется с Консуэлла Веласкес, Бесом и Мучи, Мариус, Равель, БОЛИРО. Но мы сейчас не о нем говорим, мы говорим о клиническом исследовании. Итак, это были постменопаузальные женщины, эстроген-позитивным ER2-негативным раком молочной железы, распространенный метастатическим рефрактерным клетразолу или анастрозолу. Одни больные получали эверолимус и экземистан, вторые получали плацебо-экземистан. Ну, и оказалось, что эверолимус в сочетании с экземистаном демонстрирует намного лучшую выживаемость. Причем, чем раньше мы назначали эверолимус во время опухолевой прогрессии, тем больше был клинический эффект. То есть эверолимус необходимо назначать сразу после неэффективности первого ингибитора ароматазы. Но опухолевая прогрессия бывает различной. Бывает молниеносная, лейкозоподобная, бывает медленная прогрессия. Есть метастатическая прогрессия с поражением висцеральных органов, есть метастатическое поражение только с костными метастазами, комбинированная прогрессия. Но вот оказалось в этом же исследовании Болеро, что экземистан с эверолимусом демонстрирует точно такую же хорошую выживаемость, независимо от того, есть у больных висцеральный кризис или нет висцерального кризиса. Я напомню, что висцеральный кризис – это не только наличие метастазов в висцеральных органах, это еще клинически значимые метастазы, которые проявляются клинически активно. И вот в этом смысле ингибиторы ароматазы, инактиваторы ароматазы и экземистан эверолимус показывают очень хорошие результаты. Эверолимус с экземистаном входит во все стандартные рекомендации, как НССН, так и АСКО, так и некоторые другие. То есть все-таки рекомендуется эта комбинация после первой прогрессии. То есть мы должны четко понимать, что у больных с эстроген-позитивными раками, мы их должны лечить не химиотерапией, мы их должны лечить гормонотерапией. И обратите внимание, рекомендуется три последующих режима химиоэндокринотерапии и только потом химиотерапия. Вот здесь этот менталитет, мне кажется, уже немножко преодолен в Украине. Мы уже понимаем, что больных с эстроген-позитивными раками нужно лечить эндокринотерапией. Неважно, костные метастазы или висцеральные метастазы, не химиотерапия. Так вот, сначала это эндокринотерапия, после прогрессии эскалация той же самой эндокринотерапии. Те же ингибиторы или те же инактиваторы ароматазы в сочетании с эверолимусом. Ну, есть еще одна группа препаратов, это ингибиторы циклинов. Когда-нибудь мы о них тоже поговорим. Итак, сначала три последующих режима эндокринотерапии и только потом химиотерапия. Но ингибиторы МТОР очень интересно показали свои очень интересные результаты при нейроэндокринных опухолях. Вообще, это отдельная тема. Когда-нибудь, может быть, соберет нас висто, и мы поговорим отдельно только о нейроэндокринных опухолях, которые бывают гастроинтестинальные, панкреатические, которые бывают с высоким уровнем пролиферации, с низким уровнем пролиферации. Для нас все равно мы должны понимать одно, и все это хорошо понимают, что это пациенты химиорезистентные. Как правило, больные с нейроэндокринными раками не отвечают ни на какие виды терапии, кроме как на стрептозотоцин, который я в жизни его и не видел никогда, к сожалению. Поэтому мы блокировать пролиферацию раковой клетки можем только лишь октриотидом. У меня некоторые есть скепсисы в отношении октриотида. Я понимаю, что он может блокировать карциноидный синдром. Но считать, что октриотид каким-то образом будет влиять, блокировать пролиферацию раковой клетки, хотя есть некоторые клинические исследования, подтверждающие это, но меня это, честно говоря, не очень убеждает. А вот октриотид, соматостатин, октриотид в сочетании с эверолимусом, да, в исследовании Родиан было показано, что он хорошо влияет на пациентов с распространенным, низко- или среднедифференцированными нейроэндокринными опухолями, которые абсолютно химиорезистентны. Ну вот здесь и с карциноидным синдромом, и без карциноидного синдрома. Интересная, конечно, эта тема нейроэндокринные опухоли. Таких пациентов, Наталья, очень много. На 500% увеличилось количество больных с нейроэндокринными опухолями за последние 30 лет. То ли мы стали их выявлять, то ли просто их действительно в самом деле очень много. Так вот, чтобы оказалось, что эверолимус в сочетании с октриотидом дает очень неплохие результаты выживаемости по сравнению с плацебо, с октриотидом. То есть сам по себе октриотид не обладает такой уж антипролиферативной активностью. Мы знаем, что ингибиторы МТОР неплохо работают и при раке почки. Да, когда-то, еще 10-15 лет назад, у нас не было ни одного препарата для лечения метастатического светлоклеточника, светлоклеточного рака почки. Это тоже химиорезистентная абсолютно опухоль. Это иммунотерапия из 20 века не работала у этих пациентов. А потом вдруг появилось огромное количество ингибиторов тирозинкиназ. Вот первая линия, вот вторая, даже уже третья линия. И во второй линии терапии светлоклеточного рака почки с низким риском эверолимус входит в стандарты НССМ. То есть у онкологических пациентов эверолимус может использоваться у больных немелкоклеточным раком легкого, интересные данные по лечению первичного рака печени гепатомы, рак почки, желудочно-кишечный тракт и даже рак молочной железы у пациентов, как я уже сказал, с эстроген-позитивными раками. Я хотел бы вам представить мое наблюдение, очень интересное, как мне кажется, очень необычное показание для эверолимуса. В той жизни я когда-то был трансплантологом, не был онкологом. Мы пересаживали печень, мы пересаживали почки. И вот это мой пациент, которому 48 лет, с хронической почечной недостаточностью, которая пролонгирована гемодиализом. В 2000 году я ему пересадил почку. А сейчас ко мне приходят очень много больных, которым мы пересадили почки и 10, и 15, и 20 лет назад. Они уже доживают до вот этого состояния, и они все без исключения находятся в группе риска по развитию рака. Они находятся под очень жестким наблюдением у трансплантологов. Но трансплантологи только контролируют функцию почечного или печеночного трансплантата, забывая о том, что эти пациенты иммунодепрессивные, иммуносупрессивные относятся к группе высокого риска по развитию рака. И поэтому мы сегодня видим колоректальные раки, раки желудка, раки шейки матки, раки коши, саркомы капоши, все что угодно видим. Вот это один из этих пациентов. Он с нормальной функцией почечного трансплантата пришел ко мне в начале этого года. У него был рак сигмовидной кишки Т3Н1М0. Выполнили ему резекцию сигмовидной кишки, но очень быстро произошла опухолевая прогрессия. В июне мы уже увидели у него метастазы в печени. Это непростая такая ситуация. С одной стороны, нужно проводить иммуносупрессию, чтобы не нарушить функцию почечного трансплантата, не получить отторжение. А с другой стороны, нужно проводить и противоопухолевую химиотерапию. Это правда, ситуация очень непростая, но не знаю, насколько мы с ней справляемся сегодня. Во-первых, мы провели редукцию иммуносупрессии, отменили полностью циклоспорин, азотиоприн. И дозу преднизолона снизили до очень низких. 1-2 мг в сутки. Это вполне допускается, поскольку уже с момента трансплантации прошло 18 лет. В качестве иммуносупрессии, в качестве и противоопухолевой терапии, мы назначили ему ингибитор МТОР эверолимус. Сегодня в трансплантации эверолимус используется, он называется сертикан. И используется в дозе 0,75 мг 2 раза в сутки. Причем трансплантологи обязательно контролируют концентрацию препарата в крови, как циклоспорина, так и эверолимус. То есть концентрация эверолимуса в крови должна составлять 5-8 нанограмм на миллилитр. Это вполне доступно для нас. И вот получается, что сегодня пациент с нерезектабельными метастазами колоректального рака в печень, с хорошо функционирующим почечным трансплантатом, получает одновременно преднизолон и вот этот сертикан, то есть эверолимус. И как иммуносупрессивный препарат, и как противоопухолевый препарат. Да, мы понимаем, что доза сертикана и доза эверолимуса, то есть иммуносупрессивный эффект МТОР и противоопухолевый эффект ТОР, по дозировке там немножко отличаются. Дозировка эверолимуса должна быть значительно выше. Ну, не знаю, как долго мы будем справляться с этой ситуацией, так или иначе пока справляемся. Я вообще всем хочу сказать, что, видимо, в ближайшее время мы будем встречать немало пациентов с функционирующим почечным или печеночным трансплантатом, у которых развиваются солидные опухоли. Но МТОР, ингибиторы МТОР используются и при так называемых доброкачественных поражениях. Вот смотрите, как выглядят ангиофибромы лица, или околоногтевая фиброма, или вот шагреневая кожа, или гомортомы сетчатки, или кортикальные туберсы. Да, это пациенты не онкологические. Они, видимо, будут попадать к врачам общего профиля, но, тем не менее, лечить их можно только с помощью ингибиторов МТОР. Итак, эверолимус можно использовать у больных метастатическим эстроген-позитивным раком молочной железы. Это доказано в исследованиях Болеро. Почечно-клеточный рак исследования Рекорд, нейроэндокринные опухоли исследования Радиант, неходжкинские лимфомы, гепатоцеллюлярный рак, рак желудка, терапия болезни накопления, терапия болезни Альцгеймера, скорее всего, будет связана с ингибицией пути МТОР, а также терапия старения. Я думаю, вот эти особенно две последние позиции, это очень интересные позиции. Я думаю, что мы препарат эверолимус или темсиролимус, ингибитор МТОР, мы еще очень-очень не один раз услышим об этих препаратах. Ну и заканчивая презентацию, я хотел бы немножко поговорить об онкомаркерах. Мы знаем, что онкомаркеры существуют и тканевые, и сыворочные, мы знаем, что есть жидкая биопсия опухоли, мы знаем, что можно изучать самые различные пролиферационные маркеры, а мы сегодня говорим о метаболомных маркерах. В 2003 году, да, был закончен такой один из самых амбициозных проектов человечества, это расшифрован геном человека. И в тени вот этого глобального проекта оказался проект Human Metabolome Project, то есть проект метаболом человека, который был закончен в 2004 году. И сегодня каталогизировано более 2,5 тысяч метаболитов, которые позволяют проводить мониторинг генетических, инфекционных, эпидемических и онкологических заболеваний в том числе. Что такое вообще метаболит? Это органические молекулы молекулярного веса менее 1000 дольтон. Это очень мало, это совсем мало. Это пептиды, это олигонуклеотиды, это сахара, органические кислоты, кетоны, альдегиды, амины, аминокислоты, липиды, стероиды, алкалоиды, ксенобиотики. С помощью морфологических исследований, иммуногистохимических, даже с помощью сеть винирования, с помощью ПЦР, флюоресентной инситу гибридизации мы не сможем определить эти метаболиты. Метаболиты можно изучать только с помощью масс-спектрометрии. Оказывается, масс-спектрометр, для меня это было полным открытием, совершенно неожиданно, что еще сэр Джозеф Джон, лауреат Нобелевской премии 906 года, исследовал вот эти анодные лучи. Это и было начало развития метода масс-спектрометрии. Грешным делом лет 8 назад, 7 лет назад, я хотел, чтобы наша клиника приобрела мальди-масс-спектрометрию, масс-спектрометр. Посмотрите, как бы выглядел этот масс-спектрометр, и какие бы мы получали результаты. А вот посмотрите, что такое масс-спектрометрия сегодня. Это особенно интересно будет для хирургов. Вот так выглядит скальпель с масс-спектрометрией. Когда хирург ведь должен получить что? Гистологический чистый край резекции. И вот орудуя, манипулируя вот этим новым скальпелем, когда из тканей во время их диссекции, рассечения, выделяется воздух, этот дым тут же метаболизируется масс-спектрометром, и мы видим, проходим мы по краю опухоли за счет метаболомных маркеров, или мы имеем уже молекулярно чистый край резекции. Я к чему хочу сказать, что если раньше спектрометры выглядели вот так, они занимают целую комнату, то сегодня масс-спектрометр – это маленький такой аппаратик, который можно, я думаю, носить скоро и в кармане будет. Точно так же, как и аппараты для секвенирования, для пиросеквенирования. Сегодня эти аппараты можно совершенно спокойно соединять с нашим айфоном и так далее. То есть в ближайшее время вот эти метаболомные метаболические онкомаркеры мы будем изучать рутинно, как мы это делаем сегодня со всеми другими маркерами. Вот эти метаболиты, придется их выучить тоже. Не только ЕР-2, не только ЭДЖФР, не только АЛК, не только другие белки, но и метаболиты – аланин, и липиды, холинсодержащие метаболиты, глицин, лактат, миаин, азитол и так далее, и так далее. Все они ассоциированы с той или иной опухолью. Причем, более того, эти маркеры можно изучать как в сыворотке крови, так в моче, так и в выдыхаемом воздухе. Вот это самое интересное, мне кажется. Еще Мудров, профессор Мудров в XIX веке писал, «Обоняние твое да будет чувствительным к запертому и зловонному воздуху окружающему больного, к заразительному его дыханию, поту и ко всем его извержениям». То есть больного нужно обонять. И ему вторил доктор Маккейзи, американец, еще в 1902 году он писал, что каждый врач, обладающий известным опытом, должен по запаху распознавать корь, дифтерию, чахотку, подучую болезнь. Например, при парше голова пахнет мышами, при ревматизме тело имеет кислый запах, больные с бугорчаткой брюшины пахнут мускусом, золотушные больные пахнут кислым пивом, при обыкновенной лихорадке обоняется запах аммиака, при перемежающейся лихорадке обоняется запах свежевыпеченного хлеба. Истеричные женщины пахнут фиалками и ананасом. И Александр Грэхембелл, мы его прекрасно знаем, изобретатель телефона, он говорил, «Измерьте запах». Очевидно, что существуют разнообразные запахи от запаха фиалок и рост до запаха асофетиды, это ферло-вонючая. Пока еще запахи остаются вне науки. Если у вас большие амбиции, и вы хотите найти новую науку, измерьте запах. И он сегодня уже измерен. Уже существуют коммерческие вот эти спектрометры, которые позволяют проводить анализ выдыхаемого воздуха, определять в них метаболиты. Потому что в выдыхаемом воздухе есть углекислые газы, кислород, азот, пары воды, ацетон и так далее, и онкобелки. И согласитесь, как бы было интересно, если бы мы с помощью выдыхаемого воздуха проводили скрининг рака легкого, колоректального рака, рака поджелудочной железы. Это все уже реалии сегодняшнего дня. Уже сегодня искусственный нос, похвастаюсь, мы его уже заказали из Америки, и может быть в ближайшее время наша клиника будет иметь искусственный нос, и на этом мы будем строить политику скрининга рака различных локализаций. Не только по ВПЧ-скрининг, или там онкобелки в фекалиях, или там какие-то другие, а по выдыхаемому воздуху. То есть метаболическая дактилоскопия рака. Возможности метаболомики очень велики. Это понимание патогенетических механизмов канцерогенеза, это мониторинг роста и регрессии опухоли, неинвазивная техника скрининга, сверхранняя диагностика рака, это мониторинг схем противоопухолевого лечения, создание новых препаратов, избирательно блокирующих опухолевый метаболизм. Ну а сегодня мы имеем антиметаболиты, которые одни из самых известных, это 5-стуроцил, пиметриксет, и, конечно, вот эта молекула эверолимус. Спасибо. 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 Спасибо.